Доброго времени суток YouTube, уважаемые наши видеослушатели, а главным образом уважаемые наши контрагенты. Все-таки не утихают вопросы, постоянно с какой-то периодичностью звонят мне главные инженеры, заместители подразделений по отделам труда, техники безопасности и тому подобных организаций, различных предприятий. Речь в этих звонках телефонных идет о том, чем же вы, господа, руководствуетесь, присылая нам информационные письма о том, что грядет вам проверка Ростехнадзора и, соответственно, предлагаете нам прохождение неких каких-то непонятных нам психофизиологических обследований. Мы сейчас с вами находимся на сайте Ростехнадзора, на сайте лаборатории психологического обеспечения, на странице номер 2.1 услуги для юридических лиц. И здесь идет четкое расписание и понимание того, благодаря и чему, на каком основании, юридическом прежде всего, мы работаем, почему и как мы осуществляем свою деятельность. Научно-прикладной центр, лаборатория психофизиологического обеспечения. Ну вот я сейчас сделал немножко большим масштабом это все. Ну и давайте начнем. Видео, прошу прощения, возможно, будет несколько затянутым, большим, но тем не менее надо снять все вопросы. Я, признаться, уже снимал нечто подобное, но тем не менее. Давайте еще раз. Соответственно, все документы под вопросом, какими юридическими иернационными документами обоснованы ПФО, психофизиологические обследования. Первое, что мы с вами тут видим, это 170-й федеральный закон об использовании атомной энергии, 35-й федеральный закон. Далее идут несколько немаловажных федеральных законов, уточняющих некоторые положения от этих двух основных, 170-го и 35-го. Далее, постановение правительства. Это самый для нас важный документ, один из самых важных. 233 о перечне медицинских противопоказаний и перечне должностей, на которые распространяются данные противопоказания, а также о требованиях к проведению медицинских осмотров и психофизиологических обследований. Работников объектов использования атомной энергии. Очень важный момент. Уточню. Объектов использования атомной энергии. Это не только 10 атомных станций в Российской Федерации. По нашим данным, таких объектов в Российской Федерации всего 83. То есть это и транспортные предприятия, и перерабатывающие предприятия, и различного рода хранилища, и непосредственные эксплуатанты, атомные станции, обогащение урана, или связанных с ним источников ионизирующего излечения. Это, как ни странно звучит, нефтегазовые предприятия, эксплуатанты различного рода приборов, содержащих в себе источники ионизирующего излечения. Такой богатый список, его можно почитать чуть выше на этой странице. Обратите внимание, тут и газоснабжение, и металлургия, и химическая промышленность, и угольная, и горнорудная, проектные организации, научные институты и так далее, и тому подобные организации. То есть не только атомные станции, у которых в России чуть больше десятка, но и другие предприятия, так или иначе, эксплуатирующие или сталкивающиеся, чьи работники эксплуатируют или сталкиваются с источником ионизирующего излечения. Идем дальше. Соответственно, много вопросов возникает. Ну хорошо. 233-е, ясно полагающее, федеральные законы, постановление 233, постановление 240. Самый важным для нас сейчас является документ. Это приказ Ростехнадзора. Значит, от 2019 года, последние обновления к нему вышли в середине 2019 года, то есть в 05-м месяце, номер 623. Это некий административный регламент по предоставлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по выдаче разрешения на проведение работ в области использования атомной энергии. Мы сейчас к нему еще вернемся, к этому самому важному, одному из самых важных приказов Ростехнадзора. Дальше немножко пройдем. Значит, кроме того, седьмой пункт. Это у нас, понятно, наша Библия. 532 приказ, мы им руководствуемся РДО. Далее, это приказ о медосмотрах 302-Н. И, соответственно, методические указания по психофизиологическим обследованиям от 2015 года. Вот это те самые ранжированные по степени весомости веса, так скажем, юридические нормативные документы, которые предоставляют нам право проведения психофизиологических обследований и требуют от предприятия и организаций прохождения не только медосмотров, но и психофизиологических обследований. А теперь сделаем шаг назад, отступим немножко назад и вернемся к приложению 600 документу приказу Ростехнадзора номер 623. И тут выделены особо на нашем сайте те пункты этого административного регламента, на которые мы особо обращаем внимание о своей работе. Соответственно, это пункты 31, 32, 40, 45, 82 и все приложение номер 5. Значит, каждый из вас может повторить этот подвиг. Зайти на сайт Консультант Плюс и скачать этот самый 623 административный регламент. Вот так вот он выглядит в формате PDF. Лично его качал. 623, обратите внимание. Вот он. Я взял на себя смелость и скачал не только в формате PDF, но и в формате ПОРТ. Так, опять я снова открыл PDF. Открываю этот же самый административный регламент, скачанный также с сайта Консультант Плюс и другой формат приказа 623. Ну и давайте попробуем по нему быстро пробежаться. Заходим вновь на наш сайт и видим первое что. Смотри, пункты 31. Открываем пункт. Почему видео затянуто будет, говорил я вам в самом начале, потому что большее время проматывания занимает. Но тем не менее. Давайте домотаем до пункта 31. Не поленимся. 22, 26, 28. Вот он. Я взял на себя смелость, выделил этот пункт красненьким. При подаче заявителям заявления о выдаче разрешения, какие документы организация должна предоставлять, руководствуясь 623. Перечнем должностей, на которые распространяются данные противопоказания. Там и директора, и главные инженеры в этом 233, и начальники цехов, отделов, производств, а самое главное, рабочий персонал, задействованных в тех или иных процессах. Соответственно, вот этот пункт, он вообще определяет и дает нам ссылку на 233-е постановление правительства. Вы можете это повторить. И обратите внимание в этом пункте. Впервые встречается фраза, значит, а также о требованиях к проведению медицинских осмотров и психофизиологических обследований работников объектов использования атомной энергии. Собрание эксплуатантов этой энергии, всем, чем с этим связано. Вы можете это также проделать у себя, на своем компьютере, при наличии интернет. Так, идем дальше. 31-й слайд, 23-й. Далее. Пункт 32. Давайте посмотрим, что же это за пункт. Вот он тоже у меня выделен красным. Значит, опять речь идет о перечне документов. И вот здесь мы с вами впервые встречаемся, что оригиналы медицинских справок о прохождении медицинских осмотров и психофизиологических обследований. Вот такой вот короткий пункт. Прежде чем проходить медосмотры, уважаемые коллеги, контрагенты, необходимо, вернее так, проходим психофизиологическое обследование, затем психофизиолога, грубо говоря, затем идем к медикам. И уже у медиков в рамках приказа 302-Н мы проходим терапевта, офтальмолога, хирурга, там, я не знаю, еще каких-то узких специалистов. В этом смысле психофизиологи выступают как одни из узких специалистов. Там психиатр, да? Психиатр это не психофизиолог. Это разные приказы, разные способы работы, разные критерии работы, разные методы работы, разные цели и задачи. Подмена работы медкомиссии в составе, который работает врач-психиатр, вовсе не исключает, вернее, не то, что не исключает, никакого отношения не имеет к работе психофизиолога. Еще раз повторюсь, разные цели, задачи и методы. Самый простой пример. Основной метод психиатра, метод наблюдения. Стационировал больного на 2 месяца в отделение, наблюдает за ним. Психофизиолог проводит с пациентом или с работником порядка 3-4 часов. Основной метод наблюдения, метод эксперимента. Существует беседа, онлайн беседа, еще как угодно, но, тем не менее, основной метод для психофизиолога это эксперимент. Различного рода пробы, тесты, опросники и тому подобные вещи. Подменять врачом, психиатром мы не имеем права себя, и в то же время врач-психиатр не имеет права подменить психофизиолога. Это все равно, что то же самое, поверьте мне, подменять молоток, я не знаю, там, микроскопом. Ну, самое банальное, что приходит в голову из анекдотов. Итак, 32-й пункт, с ним все понятно. Идем дальше, смотрим. Дальше у нас идет пункт номер 40. Который непосредственно также касается работы психофизиолога. Основными основаниям для отказа в выдаче разрешения является некомпетентность предоставленных документов. Так, тут у нас нечитаемость сведений. Отрицательное, обратите внимание, отрицательное заключение по результатам медицинского осмотра и психофизиологического обследования. То есть, у нас есть форма справки по форме приказа 34С. И там четко прописано, что там есть противопоказания, нет противопоказания. То есть, положительное это заключение или отрицательное. Все очень просто. Форма справки при желании также можно скачать из консультант плюс. Они утверждены 34С. Значит, вот этим девятым пунктом. То есть, тут есть все формы справки. Их можно скачать, посмотреть их. Посмотреть форму справки по 302Н, посмотреть форму справки по 34С и так далее. Переходим дальше. Пункт 45. Опять, 45 пункт отсылает нас к 233-му пункту. И говорится, что документом выдуваемой организации, участвующим в предоставлении государственных услуг эксплуатантов, да, относятся оригиналы медицинских справок и психофизиологических обследований. так, 45-й, 82-й, проматываем до 82-го пункта, не ленимся, активно работаем мышкой, крутим колесико, документ большой, 623-й. Он у нас там, 82-й, вот, вот мы до него дошли. обязательными требованиями являются, значит, прохождение, опять, медицинских обследований, работник, владелец разрешения, при, там, предоставляя документы, свою должностную инструкцию, свои обязанности, проходит необходимое обучение, там, курсы какие-то, повышает свою квалификацию, и одновременно с этим, опять мы с вами видим, владелец разрешения, должен проходить медицинские осмотры и психофизиологические обследования. наряду с повышением квалификации, обучением и должностной инструкции, при подаче документов, 82-й пункт приказа Ростехнадзора административного регламента, определяет необходимость у владельца такого разрешения прохождения медицинских ежегодных осмотров, да, раз в год они проводятся, и также раз в год проводятся, это особо даже есть документ, где вот это цифры и пропись написано, один раз в год проходят психофизиологические обследования, это 82-й пункт, зайдите и посмотрите сами, скачайте этот 623-й, ну и соответственно нам осталось только домотать до приложения номер 5, давайте перейдем к нему, опять не леемся, активно мотаем, так, приложение номер 5, и как вы уже сами понимаете, нет ничего удивительного, что в этом приложении номер 5, вот мы дошли до приложений, первое, второе, третье, форма различного рода справок, четвертое приложение рекомендуя формы, рекомендуемые формы, ну и вот собственно приложение номер 5, рекомендуемый образец, где четко прописано, значит, повышение квалификации, и опять, не имеет медицинских противопоказаний по результатам медицинских осмотров и данным психофизиологического обследования, о чем свидетельствуют предоставленные документы, в том числе справка от психофизиолога по форме 34С. Форма этой справки, как я уже говорил в этом видео, определена методическими указаниями приказом 34С ФМБР России от 2015 года от 29 12 2015 но это уже частности. Одним словом, особый упор в этом видео я делаю на административном действующем административном регламенте номер 623 приказа Ростехнадзора о введении в действие утверждения вот этого самого административного приказа соответственно с указанными пунктами, которые я только что вам озвучил. Собственно, на этом все. Значит, если опять же возникнут вопросы, пишите мне, но мне кажется в этом видео я показал все, что мог и дал вам ссылки на все действительно реальные рабочие необходимые документы по данному вопросу. По вопросу лаборатории психологического обеспечения, по вопросу психофизиологических обследований работников потенциально опасных производств. Заходите на страницу 2.1 и здесь все очень подробно обстоятельно ничего не пропускаете в этом случае все это надо читать и копировать можно прочитать и скачать вот то, о чем я говорил форма справки PFO форма справки по медосмотрам 302 давайте посмотрим вот так выглядит оригинал справки оригинал справки по форме приказа 34С заключение по результатам психофизиологического обследования и вот здесь мы на основании цифр цифр графиков диаграмм полученных в ходе обследования проставляем вот эти самые и тут у нас выявлены не выявлены противопоказания нужно подчеркнуть не нами придуманная справка вот по форме приказа 34С вернемся на шаг назад вот так выглядит справка так 34С я вам ее показал и так выглядит справка по форме 302Н обратите внимание обратите внимание медики выдает выдают комиссия выдает свое заключение есть допуск нет допуска заключение комиссии по результатам медицинского освидетельствования и данным психофизиологического обследования противопоказаний к работе в должности прописывается должность нет или есть и соответственно место печати этой комиссии оформляемой в медицинском учреждении не мы ее оформляем это не наша справка а справка медицинская который как приложение идет справка по форме 34С это справка 302Н а у нас с вами мы выдаем вам справку по 34С вот собственно так вернемся опять на сайт еще раз повторюсь всю изложенную информацию можно с успехом прочитать скачать или в консультанте плюс продублировать если нам не доверяете скачать в консультанте плюс страница 2.1 сайта lpfo.pro научно-прикладной центр АКМЕ лаборатория психологического обеспечения на этом все благодарю вас за внимание и удачи вам